22 ноября возобновлено было судебное заседание в Энгельском районном суде по обвинению Юрслана Алексея Николаевича. Судебное заседание с 11 числа было приостановлено в связи с его нахождением на больничном. На больничном он находится до сегодняшнего дня, тем не менее его каждую неделю, два раза в неделю вызывают судебное заседание. Вчера в судебном заседании были представлены 7 медицинских документов, подтверждающих его нахождение в стационаре на протяжении 10 дней, затем подтверждающие обращение неоднократное в другие медицинские учреждения в связи с его тяжелым состоянием и здоровьем. Медицинские документы подтверждают ранее установленные диагнозы онкологического заболевания, подтверждается уже третий рецидив у него. И во всех документах указано, что для установления дальнейшего тактики лечения необходимо биопсии новообразования правого глаза. Врачи-офтальмологи направляют для данной манипуляции только в НИИ глазных болезней имени Гельмгольц в городе Москва. Вчера в судебном заседании Алексей Николаевич попросил его отпустить в Москву в следующий понедельник для проведения данной операции, на что суд ему отказал. После этого, ввиду грубого нарушения его права на получение медицинской помощи, он заявил отвод гособвинителю. И впоследствии я заявил отвод, вернее, он заявил отвод председателю в следующем судебном заседании, я гособвинителю в связи вот с таким поведением. То есть, невзирая на медицинские документы и доводы, они не дают возможности ему начать лечение. Во время процесса ему стало плохо. Была вызвана скорая медицинская помощь, которая констатировала у него вчера в здании суда гипертонический криз. Он был доставлен в больницу Гельмгольца. После проведенных медицинских примененных препаратов давление стало снижаться, его отпустили домой. В сегодняшнее судебное заседание он не смог приехать, потому что сегодня заканчивается больничный лист, и утром он должен был проходить, сдавать анализы для того, чтобы в два часа комиссия врачей решила вопрос о продлении лечения и продолжении больничного, либо о завершении. Об этом доложено было в судебном заседании из уголовно-исполнительной инспекции Ленинского района. Тем не менее, прокурор заявил ходатайство о доставке его в зал судебного заседания, невзирая на нахождение его в больничном медицинском учреждении. Суд, к сожалению, удовлетворил данное ходатайство, и инспектор уголовно-исполнительной системы прибыл в медицинское учреждение для того, чтобы его доставить. Сейчас между медицинскими манипуляциями перерыв, и Алексей Николаевич едет в суд, хотя состояние здоровья его не важно.